Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Примерно так наши с вами лающие друзья видят мир. Отличается от человеческого восприятия, не правда ли? В этом выпуске мы расскажем вам об основных особенностях зрения собак. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал, так вы не потеряете нас и всегда сможете смотреть видео о животных, у нас много интересного. А еще можно нажать на такую кнопку в виде колокольчика, тогда вы сможете самыми первыми узнавать о новых видео на нашем канале. Только убедитесь, что в настройках вашего смартфона разрешены уведомления от приложения YouTube. Это можно проверить в разделе приложения, который находится в настройках вашего телефона. Собаки видят мир в черно-белом цвете. Именно эту теорию опровергли американские ученые в 2012 году. Лающие способны различать цвета, правда не в таком большом количестве, как человек. На этом различия между собачьим и человеческим зрением не заканчиваются. Лучшие друзья человека имеют другое поле зрения, другую способность видеть в темноте и фокусироваться. Впрочем, обо всем по порядку. Итак, представляем вам особенности собачьего зрения. Начнем с цветовой гаммы. За восприятие цветов в структуре глаза отвечают фоторецепторы, которые называются колбочки. На сетчатке человеческого глаза есть колбочки трех типов, и они позволяют нам различать оттенки красно-оранжевый, желто-зеленый и синий-фиолетовый частей цветового спектра. А вот у собак присутствуют только два типа колбочек. Лающие могут различать оттенки только желто-зеленый и синий-фиолетовый частей спектра. Самые контрастные для собак цвета синий и желтый. Так, к примеру, если с собак играть с желтыми и красными шарами, она не будет различать их. Они все будут для нее желтыми. Собаки менее четко видят окружающий мир, чем люди. За четкость и яркость изображения отвечает желтое пятно сетчатки. У собак этого пятна нет, поэтому питомцы плохо различают детали. Собаки более близоруки, чем мы. Объект на одной и той же дистанции может быть четким для человека, но размытым для собаки. Так, к примеру, на приеме у человеческого окулиста лающий друг смог бы распознать только третью строчку таблицы для проверки, в то время как большинство людей без труда смогут прочитать десятую. Такая низкая острота зрения компенсируется способностью собак распознавать движение даже на больших расстояниях. Лающие имеют больше клеток сетчатки, отвечающих за идентификацию движения. Собаки лучше, чем люди, видят в темноте и способны различать больше оттенков серого. За чувствительность глаз в темноте отвечают фоторецепторы, которые называются палочки. Их насечатки у лающих намного больше, чем у человека. Большинство собак, что в сумерках, что при дневном свете, чувствуют себя одинаково комфортно. То, как видит мир конкретная собака, зависит от ее породы. Собаки охотничьих пород, глаза у которых расположены далеко друг от друга, имеют широкий обзор. А питомцы с близкопосаженными глазами, такие как мопсы или пекинессы, имеют узкое поле зрения. Если сравнивать с человеческим, то угол зрения у собак шире, однако поле, в котором животные видят лучше всего, уже. Ну что ж, теперь мы с вами знаем, как наши лающие друзья видят мир. Учитывайте эти особенности собачьего зрения при общении со своим питомцем. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok